К другим темам. Инсульт угрожает каждому пятому россиянину. Сегодня он занимает второе место в списке причин смерти после инфаркта миокарда. Но большинство случаев можно предотвратить. Именно поэтому важно проходить регулярные обследования, чтобы вовремя заметить первые признаки заболевания и начать лечение. Во Всемирный день профилактики инсульта в отделении неврологии Химкинской центральной клинической больницы отправилась Юлия Арянина. Инсульт молодеет. Такой неутешительный вывод за 25 лет работы в медицине сделала заведующая неврологическим отделением Эльвира Фролова. В больницу с этим диагнозом поступают пациенты в 20 лет. Причиной тому наследственность, вредные привычки, курение, алкоголизм, наркомания, крайне опасные энергетические напитки, а именно кофеин. Основная профилактика инсульта – это нормализация артериального давления, здоровый образ жизни, то есть достаточная физическая нагрузка, отказ от всех вредных привычек, рациональное питание, пища должна быть витаминизирована, включать овощи, фрукты, исключить острое, жареное, соленое, копченое. От сладкого стоит отказаться, так как сахарный диабет повышает риск развития инсульта. Важно следить и за артериальным давлением. Одинаково опасны как повышенные, так и пониженные. Особенно, если оно меняется резко. Регулярные головные боли – не повод для волнения. Беспокоиться стоит только в случае резкого их возникновения. Стресс и переутомление также могут стать активаторами нарушения мозгового кровообращения. К классическим симптомам инсульта относятся головная боль, рвота, спутанность сознания, судороги, кома, повышение температуры тела и дезориентация. Иногда больной жалуются на сонливость и головокружение. Яркие симптомы инсульта, а не менее руки, щеки, слегка изменившаяся речь. Могут инсульты проходить малосимптомно, то есть легкое головокружение, легкая головная боль. И иногда при обследовании мы выявляем, что у человека этот инсульт, который мы видим, симптоматику, что он не первый. Что у человека уже были повторные инсульты, с которыми он не обращался за медицинской помощью. Мы находимся в кабинете, где медики исследуют головной мозг. Вот один из аппаратов. К нему прилагается вот такая вот резиновая шапочка, одевается на голову пациенту. К ней прикрепляются электроды, как видно, их достаточно много и занятие довольно кропотливое. Это используется для диагностики эпилепсии и очаговых поражений мозга, например, после инсульта. Вы можете также увидеть аппаратуру для... Это очень важный аппарат, он издревле используется неврологами, они его очень любят. В частности, мы можем им определить смещение структур головного мозга, например, при кровоизлиянии в головной мозг, что иногда бывает очень подспорно. Регулярное обследование крайне важно, анализ крови, осмотр глазного дна. Ведь именно так врачи могут обнаружить опасные изменения сосудов головного мозга и предотвратить заболевание. Юлия Арианина, Олег Мелехов, Служба новостей.